Продолжение следует... Продолжение следует... Печень мы взяли говяжью... С этой печенью мы будем делать свой печеночный торт... Сейчас нарежем и продолжим... Печень у нас не получилось... Сейчас эту печь мы будем молотить через мясорубку... Я долго не буду видео снимать как моё... Потому что очень шумно будет... Поехали! 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 Вот сколько у нас получилось Паша! Теперь в фарш печёночный мы добавляем 2 яйца, ложечку, половую, трахмала, перец чёрный, только много не добавляем. В принципе перец, соль каждый добавляет по вкусу, кому как удобно и кому как вкуснее. Так, соль тоже немного и перемешиваем. Буду мешать рукой. Фарш наш должен получиться, как будто вы делаете оладушки. Вот такой консистенции. Так, перемешиваем. Немножко рука замерзла. Решили ложку всё-таки. Так, ну вот, всё, перемешиваем, как следует тщательно, очень тщательно всё перемешивается. Так, печени у нас здесь приблизительно около 450 грамм. Печень. Добавим немножко муки. Мука у меня вышла в торту, Алтай. Много добавляем, добавляем постепенно. Так, перемешиваем. Перемешиваем. Чтобы много не получилось. Так, как следует. Вот у нас получается, можно сказать, тесто, вот такое, еще одно, сейчас поставим его, поставим он у нас постоит немножко и начнем делать наши коржи-пожарики. Ну и пока оно у нас стоит, мы пожарим лук и морковку. Берем лук, вот такую, одну большую, она у нас луковица, понадобится для начинки. Нарежу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот мы дотёрли нашу морковку, теперь мы переходим к сковороде. Продолжим вот этот танк, наливаем вносительное масло, и даём сковороде нагреться, так сковородка наша нагрелась, выкладывалась лук. И начинаем его обжаривать. Сейчас лук немножко обжарится, мы добавим туда морковку. Морковь. И обжаривать будем. Готовность лук должен быть, чтобы все это получится. Лук у нас немного обжарился, теперь добавляем морковь. Морковь. Всё перемешали. Всё, теперь у нас готовится. Вот наша начинка пожарилась, приготовилась. Сейчас мы её выключаем, и она у нас будет остывать. Всё. Сколько помните, сколько мы положили изначально? Полность сковорода у нас получилась. Изначально была. Вот она у нас ужарилась. В два раза наша начинка. Всё. Теперь я её выключаю. Пускай сливаем. А мы начнём делать наши торжи. У меня такая вот сковородочка. Эта сковородка чисто для блинов. И в ней я готовлю только блины. Ну, не только я, конечно. И спруга мне готовится. Так. Выкладываем нашу печень. Масла я в нашу сковородку, в свою сковородку вообще не добавляю. Так. Теперь мы вот так вот всё это делаем. Чтобы оно у нас хорошо по всему периметру произошлась. Наша котлетка такая, можно сказать. Так. Она у нас жарится. Печень жарится у нас очень быстро. Лопатка. Я тут первый день сделал. Так. На пробу. Жарим. Каждая сторона у нас жарится приблизительно по 2 минутики. Если больше, она у нас будет берегна. Так. Что у нас тут? Так. Так. Как блины. Готовим. Можно сказать, действительно лимчики. Так. Теперь. Переворошаем. Видите? Если передержать, оно будет подгариваться. обжариваем эту сторону. И перекладываем на тарелочку. Всё. Всё? Люси. Нас benches. Понимаем гонки с ними. Ростинка. Убираем, сжарим. Начинаем собирать наш челночный торт, уложим майонези, лодочкой размазываем. Теперь берем нашу начиночку. Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем следующий корж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Золотой майонез. Говорят, много майонеза, но это не много майонеза, это нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так вот мы выкладываем каждый коржик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас не буду весь показывать, вот этот принцип начала покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И покажу, какой он будет у нас в конце, какой получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы увидите, какой у нас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой у нас печеночный торт получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Всем приятного аппетита, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok